приветствую вас на нашем ток-шоу тени как говорил кей кавус образование это лицо разума как вы наверняка уже поняли сегодня мы будем говорить об образовании какова же функция образования какова роль учителя в образовании об этом и о многих других вопросов мы будем говорить с нашими уважаемыми гостями итак представляю нашего уважаемого гостя бениамина викторовича мэйляна доцена кафедры всемирной истории и зарубежного регионоведения рау замечательную яркую и активную студентку 4 курса лилит манучарян факультета журналистики рау сегодня с нашими гостями с субъектами образовательного процесса мы напрямую поговорим об образовании и так скажите пожалуйста какова функция образования как вы думаете в чем она заключается каковы его задачи сегодня позвольте поприветствовать наших уважаемых телезрителей вот и переходя к сути вопроса я думаю надо характеризовать саму проблему так что в принципе вот понятие в этом термине образование включено формирование личности то есть образование начинается с формирования личности и вот самая главная функция которая вот начинается самых ранних лет то есть в начале это родители потом возможно детский сад потом начальная школа средняя старшая школа и наконец вуз но формирование личности никогда не заканчивается системой образования формирование личности в принципе может продолжаться несколько десятилетий ну примерно говорят что где-то ну где-то уже может быть 25 30 лет вот возможно человек формируется как личность ну на самом деле конечно система образования здесь имеет ключевую роль и мы вот преподаватели имеем здесь свою свою так сказать свой вклад и мы должны вот ощущать эту меру ответственность которая возложена на нас и входя в аудиторию мы конечно всегда помним об этом и стараемся с честью выполнить свой долг со стороны студента с позиции студента как вы считаете какова роль образования какие у вас ожидания от системы образования первую очередь для меня образование это определенный жизненный период который я должна пройти университет помогает собрать воедино знания и потом уже полученные знания ты используешь жизни в разных сферах по-своему субъективно то есть университет дает скажем так определенную базу определенный толчок до который помогает в последующем который помогает человеку уже как личности жить и действовать в профессиональной сфере современном мире обойтись без глубокого и всестороннего образования просто невозможно чем лучше поставлено образование в какой-либо стране тем эта страна как более конкурентно способна то есть фактически вот если переходя говоря об армении надо сказать что замечательно просто мы видим тренд в армении что огромное количество молодежи учится высших учебных заведениях другой вопрос насколько у нас качественно это образование конечно же все делается для того чтобы повысить качество этого образования но надо сказать мы находимся конечно в стенах лучшего вуза армении на самом деле вот это я всегда говорю когда захожу в аудиторию ну так как меня первокурсники вот я 2 сентября их поздравляю в аудитории и говорю что вот вы поступили в самый лучший вуз армении и что вот надо держать эту марку но на самом деле я их предупреждаю что вы не думаете что это вот марка зависит только от преподавателей только от руководства вуза то есть сами студенты поступая уже в рау они должны ощущать свою меру ответственности то есть если они приходят самый лучший вуз армении они уже должны понимать насколько высока ответственность их здесь то есть когда мы предъявляем свои требования фактически мы стараемся чтобы было лучше было лучше не только для вузов но и для всех естественно вот поэтому я вот считаю что по сути вещи если человек хочет получить образование он всегда получит но при этом надо отметить что без самообразования нет никакого образова мы находимся на платформе свободного обсуждения где у нас и преподаватель и студент поэтому я хотела бы отрисовать вам такие отдельные вопросы я хотела бы у лилит у вас как у яркая активная студентки поинтересоваться вот у меня такой вопрос как вы думаете какова роль учителя в образовании в построении образовательного процесса на мой взгляд как преподаватель так и студент одинаково должны работать потому что учебный процесс двухсторонний и очень конечно важно какой преподаватель как он преподносит материал насколько он владеет своим своими знаниями как он может преподнести их студент это конечно да важно но студент со своей стороны тоже должен иметь желание все это получить так как в первую очередь мне кажется студент должен быть готов получить и и хотеть получить эти знания чтобы в дальнейшем они как бы стали частью его и он мог бы использовать их дальнейшем роль студента субъективной точки зрения больше потому что именно в первую очередь это делается для того чтобы студент стал на ноги а должен ли быть учитель всесторонне развитым то есть он должен обладать знаниями только из своей области или он должен также приводить примеры возможно из каких-то других смежных областей дисциплин желательно мне кажется преподаватель должен быть всесторонне развитым но не обязательно я встречала таких людей которые очень очень сильны в своей специальности и не так хорошо владеют другими предметами но опять таки вот если есть эта готовность передать студенту что-либо и соответственно есть обратная связь от студента мне кажется дело в этом случае выигрывает а бениамин викторович а я бы хотела вам адресовать такой вопрос а какова же роль студента в образовательном процессе то есть от мотивации студента насколько зависит конечный результат вообще по жизни от мотивации все зависит это стопроцентная зависимость если нет мотивации то ничего и не будет и ничего не получится но по сути вещей опять же повторяюсь что если студент выбрал свою стезю он пришел учиться то он должен осуществлять вот эту меру ответственности во первых перед собой но обычно мы говорим вот родители там не знаю окружение так далее ну по моим в первую очередь перед собой потом должен понимать что по жизни он уже встал на тот путь который ему по сути вещей предстоит преодолеть конечно с огромным трудом но вот мотивация сегодня надо сказать у нас несколько понижены причины я не знаю очень сложно сказать какие но у меня такое ощущение что не у всех стопроцентно есть вот именно мотивированность к учебе какие-то вот с удовольствием ходят вуз я тут не могу отрицать действительно ну такой вуз как праву каждый с удовольствием приходишь тут вопросов нет желание преподавателя вот чтобы оценивать да на отлично тут вообще не зависит то есть преподаватель всего лишь оценивать знания вот у нас почему-то пытаются всегда перевернуть эту ситуацию сказать так преподаватель если вы хотите вы оцените на высокий балл а как же я могу оценить если знание соответствующих то есть вот здесь как раз упирается в эту мотивацию то есть не оценка главное а знание значит вы первую очередь студент должен понимать что его знание всего лишь отображается в этой цифре цифры ничто главное знание вот к сожалению обращать больше внимания на цифру и вот здесь надо сказать что у нас вот мы конечно говорим о высшее образование но надо же посмотреть откуда приходят наши студенты приходят из средней школы вот школа у нас к сожалению сегодня хромает очень сильно и вот так как я преподаю вас нам на первом курсе вот приходят и студенты с теми отсутствием тех знаний можно сказать которые должны были получить в школе и вот эти знания которые значит отсутствуют у них они должны были пройти в школе эту программу мы нам приходится это дополнять и она времени на предмет выделяется очень мало опять же говоря о том что сейчас вот баллонская система кредитная она перевернула вот эту пирамиду когда я учился в советской системе было там 80 процентов аудиторных ну примерно 20 процентов самостоятельных занятий в основном все давалось в аудиторию сейчас эту систему перевернули 80 процентов самостоятельной работы 20 в аудиторию и количество предметов увеличилось я когда учился было 22 23 предмет сейчас за 40 то есть вы знаете вы на самом деле затронули важную тему тему баллонской системы которая сейчас у нас несколько лет как несколько лет как именно в полной мере уже действует активно вот скажите пожалуйста лилит как участник как студент который учится в рамках в контексте именно баллонской системы какие плюсы и какие минусы вы можете отметить на своем собственном примере я училась изначально в школе где в основном старались при педагоге преподаватели не оценивать цифры не ставить знаки какие то то есть тем самым как бы не ставя в рамки человека и для меня немножко странно было перейти на эту систему хотя хотя в школе тоже уже в старших классах мы и тесты писали все да и и государственные экзамены при поступлении в институт тоже были в виде тестов то есть это было не так чтобы нового но в любом случае получается так что иногда что ты владеешь материалом но тест не дает тебе возможности полностью показать эти знания потому что тесты часто основываются на цифрах основываться на каких-то не знаю даже механических или как назвать знаниях которые в принципе человек может получить не посещая университет просто там прогуглить и и найти эти данные то есть не всегда тест позволяет человеку полностью проверить знания студента особенно когда речь идет о гуманитарных науках предположим журналистика тоже не ее нельзя назвать предметом таким очень четким и тут к если речь идет например о взаимоотношениях с человеком да или каких-то психологических воздействиях ты это не можешь проверить тестом в любом случае даже хочешь ты не хочешь учишься ты хорошо или может быть не очень ты начинаешь обращать внимание и возможно иногда гнаться за оценками что на мой взгляд неправильно потому что образование образование это какой-то не принудительный процесс если ты поступил в институт значит тебе интересна жизнь тебе интересна данная сфера которую ты выбрал и соответственно должно быть больше общения а данная система иногда не всегда конечно замыкает это общение и и тут тут уже обращаешь на какие-то не столь значительные факты и данные вот сейчас довольно многие педагоги психологи обсуждают проблему соотношения которые существуют довольно долго традиционного образования традиционной системы образования и лично центрированной системы как вы думаете вот в какую скажем так грань в какую сторону вы сами склоняетесь и какая считаете более продуктивным традиционная система образования где больше упор делается на знания приобретенные знания или лично соцентрированная где на выходе мы получаем Я такой небольшой экскурс делаю в историю. Так как мы наследники европейско-российской системы образования, когда она стала внедряться в Россию, это был 18 век. И вот Екатерина II, как известно, немка с европейским образованием, она считала, что главное в образовании не образование, а воспитание. И эта система, что мы не образуем людей, в первую очередь воспитываем, это шло аж до конца Советского Союза. Я сам на себе это ощущал. Дисциплина в первую очередь и так-то. Но я, честно говоря, вот смотрите, являюсь продуктом все-таки этой системы, я против нее. Потому что все-таки в первую очередь человек приходит в ВУЗ получать знания. Воспитывает, скорее, среда. Среда воспитывает. То есть в ВУЗе уже, ВУЗ это не какое-то исправительное учреждение для человека. Человек это, да, изначально, кстати, вот я не специалист, но говорят, когда ребенок рождается, вот у него уже есть задатки личности, вот задатки. Личности еще нет, задатки есть. Каждый своим характером и так далее. Всех подгонять под одну к ребенку нельзя. Но есть какие-то изначальные требования, которым должны все придерживаться. Если ты пришел сюда, ты сам должен понимать, что надо вот так вести себя. Но заставлять нельзя, мне кажется. Просто надо указывать, что это то место, где нужно себя вести так. Молодежь должна понимать, во всяком случае, в ВУЗ приходят уже достаточно взрослые люди. Вот. И быть полицейским в аудитории для меня абсолютно это неприятно. Вот. Я прихожу давать знания. Это раз. Ну и обращаясь все-таки вот к этому вопросу, я так полагаю, что в принципе личность студента, она, конечно, очень важна. Но получение образования надо в первую очередь, значит, ставить в огловые углы. И все-таки мы не оторваны от жизни. ВУЗ, конечно, у нас, ВУЗы, точнее, все на постсоветском пространстве, все они зависят от социально-экономической ситуации. Все. Мы примерно находимся в одном положении. Большой разницы нет. И вот эта социально-экономическая ситуация влияет на уже умонастроение студентов. Вот. Конечно, желательно было бы, что когда студент оканчивает ВУЗ, все 100% находили свое место в жизни, рабочие места и так далее. Но мы знаем, что это где-то не так. И вот, к сожалению, это где-то расхолаживает студентов. И вот у нас возникает трудность по ходу, значит, преподавания и так далее. Ну, мне кажется, вот столько. А что Вы считаете по этому вопросу, Лилит? По собственному опыту, по собственным ожиданиям? Куда, в какой спектр Вы больше, скажем так, от какого спектра отдаёте предпочтение? Я как студентка заметила за годы обучения в институте, что на студента часто влияет метод, то есть преподавание. Возможно, педагог или человек может владеть знаниями и быть очень хорошим специалистом в своей сфере, но не всегда студента привлекает то, как он их преподает. Иногда вот мотивированность студента, именно частично, конечно, я не могу полностью переключаться на это, но зависит от того, как педагог заходит в аудиторию, что он требует и каким образом он преподносит знания. И я в нашем университете, конечно, у меня было очень много преподавателей, которые именно вот с первого момента, как только зашли в аудиторию, я поняла, что этот предмет станет моим любимым, и я смогу чего-то добиться и получить новые знания. На самом деле, в любом случае, опять-таки, повторюсь, что бы мы ни говорили, в какой сфере мы бы ни действовали, все равно очень важно обращать внимание на то, что здесь речь идет о людях в первую очередь. Не важно, ты студент или преподаватель. Человеческие взаимоотношения всегда как бы лежат в основе всего, и поэтому важно создавать атмосферу рабочую, которая позволит достичь успеха. Субъект-субъектное отношение, да? А у меня такой вопрос, исходя из сказанного Лилит. Виньямин Викторович, а вот так как очень важно именно привлечение студентов, и важно, насколько правильно, в какой форме преподнести, я хотела бы, чтобы вы поделились своим опытом, какие формы привлечения аудитории, каким образом вы преподносите урок, чтобы заинтересовать студентов. Во-первых, когда я захожу в аудиторию, к сожалению, значит, должен сказать, что сразу же должен предупреждать, что нет профильных, то есть главных и не главных предметов, есть профильные и непрофильные. Ну, я преподаю историю, которая фактически непрофильный предмет. Вот, ну, где-то там, конечно, у политологов, международников это важный предмет для гуманитариев, это, в общем, для особенно политологов, это базовый предмет, да? Ну, там нужно объяснять фактически, вот этот, после объяснения, конечно, уже возникает интерес и так далее, вот, какую роль играет в их системе образования вот этот предмет. Ну, конечно, заинтересовать студентов надо обязательно. Вот, это база. Если ты не привлечешь внимание сразу же с первых же шагов, с первых же лекций, то фактически потом работать в аудитории будет очень и очень сложно. Ну, заинтересованность каждой аудитории своя. Надо подбирать ключ каждой аудитории, каждой. Ну, бывает урожайный, не урожайный год, вот мы знаем это, да? То есть, смотря уже как... Очень сложно. Это настолько индивидуально, вот, подход должен быть каждой аудитории, что даже я сейчас рецептов каких-то нарисовать, указать не могу сказать. Это вот заходишь, и вот какая-то аура, да, возникает, и вот ты там уже начинаешь определяться. Правда, иногда так методом тыка, проб и ошибок, вот, но это тоже от опыта зависит, честно говоря. Вот, когда ориентируешься уже лучше с людьми, контактируешься и так далее, с годами этот опыт приходит, вот, можно бы сказать, там, может быть, за первые пять минут уже контакт с аудиторией устанавливается. Ну, фактически, там где-то, ну, может, просто несколько вопросов задать, вот, просто элементарных, да, простых, и уже быстро ориентируешься в аудитории. Немного сенсационности надо прибавить вначале там, а вы знаете, вот такие, что, интонации какие-то, да, и так далее. В общем, одним словом, я не жалуюсь, у меня контакт с аудиторией есть, хороший, без проблем, в общем, ну, у нас дети очень хорошие, все, без исключения, я их всех люблю, вот, уважаю, у нас, значит, Игорьев, с удовольствием можно в аудиторию заходить, вот, я прихожу, в общем, вот так, с прекрасными просто эмоциями, прихожу и ухожу с такими же замечательными эмоциями с нашего вуза, утром прихожу, вечером ухожу, то есть у меня жалоб абсолютно никаких нет, вот так. Не могу с вами не согласиться относительно контакта, так как я тоже получила такой непосредственный контакт в течение ваших лекций с предметом истории. У меня такой вопрос к вам, Лилит, как вы думаете, исходя из сказанного Бениамином Викторовичем, есть профильные и непрофильные профессии, или насколько значимо для вас в вашем обучении будет эта дисциплина зачетной или экзаменационной? Вы в равной степени будете обучаться ей или нет? Нет, нельзя сказать, что все предметы стоят на одной линии. Конечно, выбирая свою профессию, я ориентируюсь на то, что мне интересно, то есть есть какие-то предметы, которые мне ближе просто по сердцу, не потому, что они просто сами по себе важны, а просто у меня они лучше получаются, и я себя комфортно чувствую, изучая их или практически применяя их в жизни. Но есть предметы, без которых просто невозможно быть образованным человеком. Вот как вы сказали, должен ли быть педагог всесторонне развитым? Ну, мы тоже в какой-то степени, не обязательно, чтобы мы становились педагогом, но став профессионалом, мы должны иметь сведения в той или иной сфере. Поэтому очень важно, когда получается изучать, и ты с удовольствием изучаешь те предметы, которые, несмотря на то, что в твоей профессиональной деятельности, возможно, тебе не так нужны, но тебе они интересны. И я, например, стараюсь все предметы по возможности изучать, чтобы находить язык с людьми. Это общекультурное, да, какое-то уровень? То есть хорошо, когда получается все держать на одном уровне, или приблизительно на одном уровне. Но если нет, конечно, да, бывают случаи, когда просто не складывается. Возможно, просто нет симпатии, да, ты просто в себе не можешь перебороть какой-то барьер, чтобы изучить тот или иной предмет. Но надо стараться максимум выбирать в себя. То есть, таким образом, вы затронули тему способностей, потому что способности же тоже непосредственно взаимосвязаны с тем, как мы усваиваем тот или иной предмет. Вот скажите, пожалуйста, насколько выбор профессии сегодня делается осознанно? У вас богат опыт, Бениамин Викторович, и Лиза обязательно тоже ответит на этот вопрос. Вот насколько вы видите среди студентов именно будущих профессионалов в своей сфере? Знаете, очень интересный вопрос, спасибо за такой вопрос, очень важный. Я вот вам скажу, что на первом курсе определить сложно, потому что постепенно начинают осознавать важность своей профессии. Вот на первом курсе это лишь первые шаги. Но это, конечно, субъективный фактор, это не объективный фактор выбора профессии. На это влияет масса разных причин и поводов, в том числе поводов. Ну, в основном среда, влияние родителей. Что престижно, что не престижно. Вот сложно здесь сказать. Это вот у нас как-то, конечно, долгие годы уже престижно. Там юриспруденция, да, вот где-то вот менеджмент, может быть, вот так. Как очень важные специальности. Экономисты, да, глобальные экономисты. Очень, очень, безусловно, огромная потребность. Но где-то, говорят, перепроизводство юристов есть, по-моему, да, в Армении. Что-то типа. Но это даже перепроизводство не связано. Их может быть даже мало. Я уверен, что даже юристов в Армении мало. Просто абсорбировать не могут. Вот в чем проблема. А программисты? Программисты, ну, вот развивающаяся, очень инновационная отрасль. Огромное, значит, значение имеющее. Я, например, когда, на своем примере просто скажу, я осознанно выбрал свою специальность. Но в то время историки пользовались, значит, уважением, я вам скажу. Да, это вот был такой вот период еще Советского Союза, где вот к историкам большой интерес был, кстати. И вот этот период перестройки, да, огромный взрыв просто, колоссальный взрыв был интереса к истории. Потом он быстро сошел на нет, так, ну, по объективным, наверное, причинам. Но сегодня, конечно, жизнь не стоит на одном месте. Появятся новые профессии, новые специальности. Естественно, будут выбирать эти специальности. Вот здесь ничего такого экстраординарного нет. Это нормально, это жизнь. Жизнь идет всегда вперед, и нужно вот ей соответствовать. Сейчас даже такая точка зрения фигурирует о том, что постоянно специальности дробятся, дробятся и еще дробятся, чтобы превращаться в более узкие специализации. Вот скажите, Лилит, как вы выбирали свою профессию? Чем вы руководствовались? Это был совет родителей, это было собственное желание, или вы где-то прочитали что-то? Или мечтали, может быть? Выбор моей профессии происходил довольно-таки сложным образом. Я очень долго металась среди нескольких разных специальностей. В результате выбрала журналистику почему? Не могу сказать, что я осознанно выбрала журналистику, потому что видела себя в будущем таким-то, таким-то журналистом. Нет, конечно. Просто у меня были определенные способности и какие-то знания, которые я, как мне казалось, в дальнейшем так и вышло, которые я могла бы в себе развить. Я, как человек, в себе чувствовала потребность получить ответ на определенные вопросы. В принципе, журналистика такая специальность, которая больше, чем многие другие гуманитарные профессии, требует многосторонней развитости. Мне нравится изучать проблему с разных сторон, с точки зрения разных профессий, подходить к ситуации с разной стороны. И именно поэтому был в конечном счете сделан выбор, и я остановилась на журналистике. Если смотреть на своих сверстников, на студентов, опять-таки, далеко не все точно знают, кем они хотят стать. Но есть определенные задатки, в основном именно ими руководствуются люди. Многие поступают, потому что родитель не разрешил поступить человеку на какой-то другой факультет, думая, что там ребенок не сможет или будет ему сложно. Какие-то такие моменты тоже, несомненно, влияют на... Но гибкость сегодняшней системы образования, она дает возможность, например, если ты обучаешься бакалавр по одной специальности, получить магистра в другом направлении? Возможности есть, но не всегда полученное образование достаточно, чтобы ты выбрал другую специальность. Многие студенты хотят поменять свой профиль. Точнее, не многие, но есть у меня знакомые, которые хотели бы поменять. Но для этого, как мы уже сказали, нужно пройти свой путь. То есть самообразование здесь тоже играет большую роль. Без этого получить второе высшее образование, мне кажется, скорее нельзя, чем можно. В любом случае, конечно же, я думаю, образование это в первую очередь работа над собой, как учителя, так и студента. И подытоживая нашу беседу, я бы хотела задать вам такой вопрос, Вениан Викторович. Как вы думаете, чем студенты РАУ отличаются от других студентов? Если может по республике, может быть в контексте других стран. Как бы вы их охарактеризовали в процессе общения? Ну, во-первых, это студенты РАУ. Это уже много сказано, да, этим. Вот я, конечно, знаком вообще с аудиторией и других вузов, и Реванского государственного университета, и Политехнического университета. Я вам скажу, все-таки, конечно, я на первое место ставлю РАУ при всех обстоятельствах. Не знаю, это вот как-то очень сложно объяснить, но у нас студенты, ну, все дети. Я всех люблю. Я так вот не могу отделить, конечно, все наши, не чужие. Но, по сути, вещи наши более доброжелательные какие-то, даже можно сказать. Более душевные, вот, не знаю. Вот такое ощущение, что нету здесь у нас в аудитории такого противопоставления преподавателя и студенты. Вот нету этой какой-то красной черты между нами. Конечно, субординация, она есть. Это обязательно должно быть. Вот, ну, культура, конечно, выше, намного выше. Вот культура общения, я вам скажу, что здесь у нас в РАУ, безусловно, она очень высокая. Вот, и это очень приятно, это вдохновляет, и это даже придаёт новые силы нам, преподавателям и всем, значит, в аудитории. Как студентки РАУ, это очень приятно мне слышать. Я думаю, и Лилит. Лилит, а у меня такой к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, а чем преподаватели РАУ отличаются от других преподавателей? Возможно, в контексте, может быть, вы на конференциях участвовали, либо в каких-то других, на стажировках, и увидели какую-то разницу, проследили. В чём разница? Или как бы вы охарактеризовали? Нет, если так можно назвать, формальности. Не то чтобы её совсем нет, но вот, как сказал Бениамин Викторович, есть определённое такое душевное общение. То есть студент в любом случае, даже за рамками университета, если у него появятся вдруг какие-то вопросы, будь то по специальности или нет, мне кажется, он может всегда обратиться к преподавателю, даже может быть к незнакомому преподавателю, но преподавателю из нашего университета. Он всегда получит ответ на вопрос, или там, возможно, преподаватель поможет ему как-то, проявит инициативу, как-то подбодрит, что ли, или поделится своим опытом уже как человек, который прошёл уже определённый путь, знающий чуть больше. Мне кажется, вот именно вот это взаимное общение помогает создавать вот эту тёплую дружескую атмосферу в РАУ, потому что, ну вот, я вроде бы, там начались уже каникулы, да, можно не приходить в РАУ, ура, ура, я свободна. Но мне хочется, я прихожу, я сижу здесь часами, общаюсь со студентами, с преподавателями, и что-то есть, что тянет, не знаю. Совсем недавний случай, мы с нашим курсом должны были, нам пришла идея сделать красивый репортаж за стенами университета, и постараться как-то проявить себя вот в неформальной обстановке. И мы обратились к Армену Размиковичу с просьбой, чтобы он помог нам осуществить эту идею, и у нас всё получилось. Он моментально ответил на наш вопрос, и мы поехали за город, сняли репортаж, который получился очень живым и таким, ну, не совсем стандартным. То есть мы привыкли, да, там, в галстуках или такой классической одежде, всё время там, может быть, у кого-то берём интервью, что-то спрашиваем, как журналисты, да, если практику проходим. А тут получилось очень ярко, живо, и если бы не университет, так скоро бы и не получилось. Мне кажется, в государственном университете я тоже иногда спрашиваю у своих одноклассников, например, как всё происходит. Такого, как бы, близкого общения нет, непосредственного общения нет между ректором и студентом, преподавателем и студентами. И, конечно, за вот эту проделанную работу я хочу сказать спасибо, наверное, в первую очередь Армену Разниковичу и институту, нашим преподавателям, которые тоже очень скоро, живо сумели эту нашу идею, которая сама по себе была очень красивой, воплотить в жизнь. Потому что сами, своими силами, возможно, не то чтобы не получилось, но было бы намного сложнее всё это организовать. Я надеюсь, мы познакомимся с продуктом этой идеи. Обязательно. И я думаю, во многом именно как раз принципы Армена Разниковича, это принцип свободы, активности студентов, именно повлияли на мнение наших сегодняшних гостей. Я хочу поблагодарить наших уважаемых гостей, Бениамина Викторовича, за открытую беседу, Лилит Манучарян, за активное яркое проявление своего мнения. И хочу сказать, что сегодня в нашей передаче мы раскрыли тени и раскрыли саму тему образования, какова её функция, каковы основные роли, сегменты, субъекты. Я хочу поблагодарить всех за открытое проявление. И хочу сказать, что на платформе РАУ, на нашей платформе, могут свободно и ярко выражать своё мнение, как преподаватель, так и студент. Спасибо вам. Следите за нами.